Дмитрий Гордон дал интервью на украинском телеканале, в котором обвинил нынешнего президента чуть ли не во всех грехах. Журналист подметил, что Зеленского для него больше не существует, а на второй срок он даже может не претендовать. Два с половиной года без реформ. Ничего. Почему? Из бюджета ежегодно крадут 40 миллиардов долларов. А он молчит. Почему молчишь? Управляешь этой коррупцией или скрываешь? Возмутился журналист. Он также выразил недовольство наступлением Зеленского на свободу слова, сравнив президента с лидером Российской Федерации. Создавая свободу слова, соблюдайте. Закон о диалегархизации борется не с олигархами, а с прессой, которая находится в руках олигархов. Прежде всего, он хочет быть главным, в своих руках все держать. Он хочет пойти по пути Путина. Вот в чем дело. Это его идеал? Я не понимаю, добавил Гордон. Кроме того, украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов заявил, что президента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи, которая пахнет государственной изменой. Репортер прокомментировал действия националистов, которые размахивали транспарантом в центре Киева, обвиняя Зеленского во лжи. Для президента Украины это предупреждение и знак, сказал Дроздов. Дроздов предположил, что регулярно звучащие в Киеве замечания о российской угрозе могут быть связаны с попытками отвлечь внимание украинских граждан от происходящего в стране. Кстати, Зеленский недавно назначил нового заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Теперь хозяйственными делами будет заниматься бывший регионалист Ростислав Шурман. Ходили слухи, что он был агентом Ахметова, и в связи с этим возник вопрос. А извините, вроде между Зеленскими олигархом пробежал черный кот. Дело в том, что не так давно между Шурмой и Ахметовым произошла ссора, которая едва не разрушила карьеру выдвинутого кандидата. Но Зеленский взял и поднял его, чтобы позлить Ахметова. Шурма занимал руководящие должности на предприятиях Метинвеста не менее 10 лет. Несколько лет он был генеральным директором Запорожстали. Его чуть ли не считали ключевым менеджером Ахметова. И тут он удален из топ-5 партии. Надо признать, что повод для действия Ахметова был. В середине прошлого десятилетия Шурма уже пытался заявить о себе в политике. Был такой забытый проект «Индустриальная Украина», но без особого успеха. И миллиардер, похоже, не был склонен переоценивать политические возможности своего кандидата. Так или иначе, после нескольких лет без хозяина Шурма наконец-то нашел Зеленского. Кто знает, забыл ли он свои прошлые обиды или не откажется от мести своему бывшему работодателю.